Здравствуйте, дорогие друзья! Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Да, в масштабах региона подтвержденных случаев заражения еще немного, но это мина замедленного действия. И самый надежный способ предотвратить распространение болезни – это самоизоляция. Вижу в соцсетях и в СМИ, как опустили нижегородские улицы. Согласно сервису Яндекса самоизоляция, показатели нашего региона были одним из лучших в стране. Спасибо всем, кто остается дома. Но, как показывает практика, ограничения помимо сознательности нуждаются и в контроле их соблюдения. Я подписал указ, определяющий механизм такого контроля. Конечно, мы опубликуем и всеми средствами доведем до всех простые инструкции для его использования. Но хотел бы в общих чертах рассказать о нем здесь. В его основе уникальный способ подтверждения обоснованности нахождения вас вне жилого помещения на портале «Карта жителя Нижегородской области». Прежде всего, отмечаю, что указ не устанавливает монополию или обязательность этого способа подтверждения. Он разработан только для вашего удобства. Ну и для удобства органов, которые заботятся о вашей безопасности. Но, например, медики и волонтеры или иные работники могут предъявить удостоверение при его наличии. Подтвердить свое право нахождения на улице человек может, естественно, и в необходимости погулять с собакой или вынести мусор, предъявив, собственно, собаку или ведро. Но при этом сотрудник, правда, может попросить доказательства того, что вы рядом с домом. Например, предъявить паспорт. При этом портал является самым гарантированным и удобным из всех вариантов. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки. Система является универсальной оболочкой или даже экосистемой для формирования модели поведения в период ограничений. Итак, как это работает? Сначала правила для граждан. Портал карты жителей Нижегородской области функционирует по адресу nndefis.card.ru. Введя этот адрес, вы сразу попадаете на страницу, которая выглядит вот так. И здесь есть соответствующая кнопка «Оформить заявку на выход из дома», нажав которую для того, чтобы зарегистрироваться в системе, вам будет достаточно мобильного телефона или планшета. Вам придет смс с кодом доступа. Далее портал предлагает оформить заявку на выход на улицу. В рамках ее оформления вам будет предложено пройти самопроверку. Нужно будет честно ответить на два вопроса. Как себя чувствуете и когда были за рубежом? Помните, что введение ложных данных недопустимо. Если вы находитесь в группе риска, система направит информацию в Минздрав. И выходить в этом случае вам строго запрещено. Если все в порядке, появится меню с причинами, которые определены в указе. Пойти в магазин или в аптеку, вынести мусор, погулять с домашним животным. Или получить экстренную медицинскую помощь. Когда система дает разрешение на выход, вы сразу получите подтверждение с QR-кодом. В случае, если вас остановит сотрудник полиции, предъявите ему этот код. Прямо на экране. Он за несколько секунд считает его с помощью смартфона. Отмечу при этом, что пока этот функционал работает только на портале, не в приложении. Но до 4 апреля обновленное приложение будет доступно в Google Play и Apple Store. Нет смартфона, планшета или компьютера? Ничего страшного. Звоните с обычного мобильного телефона на номер 112. Подготовьте бумагу и ручку. Следуйте инструкциям меню, ответьте на вопросы волонтера. Вам придет смс с кодом доступа, продиктуйте его волонтеру. В итоге он вам продиктует номер заявки на выход, с помощью которого представитель полиции сможет проверить обоснованность ваших перемещений. Тем, у кого есть только стационарный телефон, нужно будет также звонить 112. В этом случае вы можете запросить помощь волонтера, чтобы выйти из дома. В его сопровождении выход также возможен. Специальный раздел мы создаем для работодателей. Представители организаций, которые могут работать в нерабочие дни, должны зарегистрироваться в системе. Они будут подтверждать право своих работников на перемещение, и работники автоматически получат подтверждение при регистрации на портале. Понимаю, что будет много скептических комментариев. Не хочу скачивать приложение, вводить какие-то данные, не хочу отчитываться перед кем-то и совершать лишние действия. Действуйте, как считаете нужным. Но соблюдайте ограничения и самоизоляцию. Сообщайте нам о замечаниях и предложениях, что и как улучшить, повысить эффективность. Постараемся учитывать все дельные замечания. Эта практика уже успешно зарекомендовала себя в ряде стран мира в борьбе с заболеванием. Дорогие друзья, система разработана для вашего удобства, а также для содействия органам, отвечающим за вашу безопасность. Хотя все равно главное, на что я рассчитываю в части соблюдения указа о самоизоляции, это ваша сознательность и ответственность.